Дорогие коллеги, психология искусства называется дисциплина, изучающая условия, при которых искусство становится воспринимаемым или может быть создано. По большей части под психологией искусства имеется в виду психология восприятия искусства, то есть те именно эффекты, которые производит искусство в психике каждого человека, при каких условиях возможны те или иные эффекты. Под психологией искусства гораздо реже имеется в виду психология творчества и еще реже имеется в виду психология как особенности отношений с искусством. Хотя целый ряд понятий о вдохновении и других используются в психологии, будучи отрефлектированные на уже научном уровне. Собственно, научная психология появляется вообще как наука довольно поздно. Обычно считается ее датой создания 1889 год, когда Вильгельм Вунд создает первую кафедру и первую лабораторию психологии, когда психологические исследования окончательно отделяются от философских. До этого психология рассматривалась как раздел философии, даже если в 19 веке ставились эксперименты в рамках психологии, то они рассматривались как философские эксперименты, к которым философ обращается наравне с экспериментами в естественных науках. Тогда как именно Вильгельм Вунд разработал теорию так называемой психологии народов, фолькер-психологии, то есть представление о том, что генезис разных наций, разных групп связан с психологическими закономерностями. И изучение психологических закономерностей поможет объяснить становление наций, государств и различных институтов. То, что мы называем психологией искусства, обязано прежде всего книге Выгодского 1924 года, хотя уже у Вунта есть определенные указания на психологию искусства. Например, у Вунта есть понятие о фантазии, которую он понимает как творческую способность. И говорит о фантазии как о способности, не сводящейся к комбинаторному мышлению, но мобилизующей определенным образом психику. То есть фантазия, по мнению Вунта, выводит нас из мира адаптации в мир деятельного отношения к природе. Фантазию таким образом он рассматривал наравне с другими побуждающими мотивами к преобразованию человеком природы. И искусство понимал прежде всего как умение комбинировать естественные реакции с реакциями, вызванными в искусственных условиях. Например, естественным является радость при виде солнца, но, допустим, стихотворение, посвященное солнцу или изображение солнца, комбинирует эту самую радость с теми реакциями, которые вырабатываются условно. Например, на ритм. Например, согласно Вунту, стихотворение о солнце, написанное бодрым ритмом, может вызывать более сильную эстетическую реакцию, чем просто вид солнца. И более того, стимулировать, например, техническое развитие, изобретательство и какие-либо другие достижения цивилизации. Хотя подход Вунта прост, но всегда нужно воздать должное сначала простому подходу, чтобы потом разобраться в более сложном. Разумеется, до этого психология развивалась не как научная дисциплина, и первоначальное значение слова «психология», античное, классическое значение, это наука о душе, как о некотором объекте. Ни один современный психолог не скажет, что он изучает душу как таковую. Он скажет, что он изучает психику. Точно так же ни один социолог не скажет, что он изучает общество, он скажет, что он изучает социум. И ни один, например, политолог не скажет, что он изучает политику. Политику изучают сами политики, а он изучает политическое. И различие понятное. Представление о душе или об обществе или какое-то еще может быть слишком нейтралистическим. Тогда как современная наука не только рассматривает свой объект, не только экспериментирует с ним, но и в какой-то мере его конструирует. Ну, например, значительная часть объектов современной физики, скажем, квантовые принципы или внутриатомарные структуры, они в принципе недоступны наблюдению и представляют собой конструкции, которые необходимы для дальнейшего развития научного знания. Разумеется, исследователь в гуманитарных особенно науках отдает себе отчет, когда именно он конструирует свой объект, а не просто изучает. Например, в социальных науках существует так называемая сильная программа, исходящая из того, что исследователь должен отдавать отчет, в каких случаях его наблюдение деформирует сам объект. В психологии тоже психолог обычно исходит из того, что в зависимости от того, как он опишет деятельность психики, будет понятно и как именно психика работает. От качества описания, от параметров описания, зависит и параметры функционирования системы. Есть, конечно, слабая или описательная программа, в которой объекты описываются, но она не может ответить на некоторые простые вопросы. Скажем, есть описательная лингвистика, например, которая только описывает языковые явления, но она не может вычленить такой объект, как слово, поскольку в разных языках сами принципы фразового и смыслового членения слишком различны, чтобы эту реальность выразить. Поэтому нужна сильная парадигма, которая показывает, как грамматический опыт конструирует для нас реальность слова. Точно так же и в психологии. Простые наблюдения не могут часто описать психику или описывают ее по образцу на кибернетических каких-то моделей, вроде черного ящика. То есть, когда мы знаем данные на входе, знаем данные на выходе, но совершенно не знаем, что в этом ящике находится. Так называются те модели, в которых есть момент непредсказуемости при предсказуемости параметров. Например, пример кибернетического черного ящика. При нажатии на клавишу А зажжется лампочка Б или С. Поведение системы закономерное, но непредсказуемо, потому что какая лампочка Б или С зажжется, неизвестно. То есть, для современной науки, в том числе и психологии, в отличие от науки, которая проходит в школе, наличие закономерностей в системе, даже самых жестких закономерностей, не означает еще предсказуемости поведения системы. Это мы должны учитывать, когда будем разбирать основы психологии искусства. Но сначала обратимся к донаучной ситуации психологии искусства и к тем ключевым терминам, понятиям и параметрам описания, которые и сейчас используются. Так как тот же Выгодский использует слова, созданные за много веков и тысячелетий, получается, даже до него, такие, например, катарсис или мимисис, придавая им немного другое значение, и поэтому мы должны выяснить, а какое значение понималось как исходное. Начнем с того, что понимается под искусством в классическое время. Само слово искусство или техне по-гречески или арс по-латыне буквально изначально означает готовку, то есть умение делать готовые вещи. Латинское арс даже означает налаживание. Поэтому к искусству может быть отнесена любая наука, любое ремесло или даже любой бытовой навык. От умения забить гвоздь до умения создать некое сложное агрегат или сложное произведение искусства. Сами наши представления о высоком, прекрасном искусстве и об изящных искусствах, к которым мы, например, относим музыку или живопись или скульптуру, противопоставляя их ремеслам, являются результатом очень большой метафоры, а именно переноса на изобразительное искусство, тех свойств, которые классическая теория приписывала только поэзия. Действительно, древнейшее представление о поэзии включает в себя представление о родстве деятельности поэта и деятельности бога. То есть боги, они создают мир, собирают его, упорядочивают. Они могут создавать то, чего раньше не было. И поэту приписывается то же самое. И поэтому все эти формулы, вроде вечное искусство, бессмертное искусство, вдохновенное и так далее, если эти формулы употребляются не по отношению к поэзии, а по отношению к скульптуре или архитектуре, это метафоры, развивавшиеся от эпохи Возрождения до классицизма и являвшиеся собой просто результатом амбиции ренессансных и позднейших художников по приписыванию себе привилегий, которые раньше были только за поэтами закреплены. Но представление о том, что поэт благодаря строю своих стихов пересобирает мир, а следовательно, как бы такой заместитель богов, оно есть у многих народов о том, что стихотворная форма является формой упорядочения мира. Равно как и сближение поэта с пророком, монахом, служителем богов и так далее. Все это было и в Индии, и в Китае. Например, индийский миф о Пуруше, из которого возникают, когда боги его приносят в жертву, сначала стихотворные размеры, а потом уже все мироздание. То есть вот эта поэзия «Вечный мир вечен» это представление, по-видимому, многих народов, но на другие искусства вроде живописи оно было перенесено только в эпоху Европейского Возрождения. Что искусство может как-то изменять жизнь, улучшать, делать ее вечной, привносить вечные ценности и так далее. Тогда как для самого античного сознания бесспорная скульптура или живопись являются таким же ремеслом, как, например, готовка блюд или что-то еще. То есть некоторая импровизация по правилам, приводящая к созданию некоторого готового к употреблению продукта. В каком-то смысле это отсутствие границ между, например, живописью и кулинарией сказывается и сейчас в таком выражении, как «вкус». Подразумевается, что можно произведение искусства мысленно попробовать так же, как мы пробуем еду. Именно с таким пониманием искусства связан первый интересующий нас термин «мимесис» или «подражание». Подражанием природе называлось умение производить готовые вещи так же, как их производит природа. И, например, скажем, природа дает наливное яблоко, повар даже готовит, например, готовый кусок мяса. Они делают с этой точки зрения одно и то же, поэтому подражание природе – это умение работать так же искусно, так же профессионально, и так же создавать готовые изделия, как их создает природа, которая дает нам плоды, воду и многое другое. В общем-то, создание понятия «мимесис» – было таким важным шагом по овладению человеком природой. Потому что природа уже не понимается, как такой принцип, начало, от которого человек зависит, но наоборот, как то, что человек может создать собственными руками. Что в некотором смысле искусство может создать природу на колене. Поэтому, допустим, того порицания искусственных объектов, которые мы усвоили в ларомантической культуре, что искусственное – это что-то плохое, а искусственное – это хорошее. Классическая теория его не знает. Наоборот, возможность создать искусственный и искусственный объект говорит о твоей близости к природе и умению работать столь же профессионально. Точно так же, значит, ну, в поэзии Аристотель понимает мимосис по-другому, как подражание мифам. Аристотель настаивает на том, что, например, трагедии, они подражают мифам. Потому что берется миф и еще раз проживается на сцене. И, конечно, это связано с тем, что изначально театр, по видимости, был не перформативным, то есть разыгрывающим какую-то сцену, а стенсивным, то есть показывающим, показывающим явление Бога. То есть сцена – это некое место, где Бог может явиться людям и что-то им объявить. Это и осталось в главном принципе организации античного театра – в принципе Бога из машины. Трагический конфликт может быть разрешен только появлением Бога, которого спускали до специальных театральных механизмов. То есть актера, который играл Аполлон или кого-то еще из богов. И этот принцип, он получил у Аристотеля особое название, которое – одно из ключевых вообще для психологии, а не только для психологии искусства – катарсис или очищение. Помните, что в словах мимосис и катарсис – ударение на первом слоге. Очищение, по видимости, это термин довольно часто медицинский, то есть рвота или клизма, по видимости, когда становится так плохо, что ты очищаешься и возвращаешь себе здоровье. Ну, может быть, Аристотель имел в виду не медицинское значение, а значение астрономическое, то есть прояснение. Но, как мы говорим, чистое небо, где звезды ясно видны. То есть, что Бог является очень ясным. Аристотель говорит об этом очищении в довольно загадочной фразе, где он говорит о том, что искусство очищает трагедия, то есть трагическая поэзия, очищает страх и сострадание. То есть люди испытывают при просмотре трагедии страх и сострадание. То есть трагедия выполняет функции и мелодрамы, и триллера, как мы сказали. И при этом испытывают некий катарсис, очищение подобных аффектов. То есть эти аффекты видят как бы со стороны. То есть могут посмотреть на свой страх. Вроде Бог явился и думаешь, отчего это мы боялись. Но сейчас катарсис обонимают чаще как особого типа переживания. Так как я в христианское время трагический герой может в чем-то уподобляться Богу, а в чем-то не уподобляться. И до конца уподобиться Богу он не может. Ясно, что Гамлет трагический герой, но скажем, поставить знак равенства между Гамлетом и Христом было бы очень странно. И то здесь катарсис начинает пониматься как прежде всего определенная внутренняя работа героя над собой, которую наследует и зритель. То есть зритель переживает ситуацию героя готового принести себя в жертву и свидетельствующего себя как о жертве. И здесь смысл трагедии как жертвоприношение принимаемого Богом, когда Бог является в ответ на жертвоприношение. Здесь этот смысл трагедии возрождается. катарсис может пониматься как просто развязка. Ну и даже в нашем слове развязка диалюсис греческая есть представление об облегчении. Развязка произошла и все облегчилось. Но то, что мы называем развязкой часто по-гречески называлось катастрофе, катастрофа. Хотя слово катастрофа для нас означает какое-то бедствие и разрушение, но тогда это понималось просто как резкая переменная действия, например, в связи с явлением божества. И эта катастрофа может быть не только разрушительной, но и созидательной. Я упомянул одно важное слово аффект. Его я тоже должен пояснить. Аффект это латинский перевод греческого слова пафос. Не путайте эффект и аффект. В русском языке слово аффект часто употребляется нетерминологически. Ну, например, говорят убийство в состоянии аффекта. То, что называется обсессией в европейских языках. Но это нетерминологическое употребление. На самом деле аффект это любое переживание. Будь то радость, улыбка, слезы, все это одинаково будет называться словом аффект или пафос. Слово пафос происходит наше патетическое, но также и жаргонное пафосное. И почему это слово имеет как смысл страдания, так и смысл некого триумфа, мы сейчас разберемся. Почему, например, патетический герой это тот, кто постоянно страдает, а, например, пафосный герой это, наоборот, тот, кто постоянно справляет триумф. Дело все в том, что это восходит к антропологическому мифу, который создал Платон. Согласно Платону, Платон был, напомню, что очень часто у нас неправильно представляют собой античных философов, я все время говорю, что у нас представляют их такими вот чудаками, которые рассуждают о каких-то отвлеченных вещах. На самом деле, Платон был самым богатым вообще жителем Афин и потомком царского рода, и, кроме того, спортсменом, победителем состязаний. То есть, он, считайте, по-нашему, это человек с писка Форбс и красавчик. То есть, это, на самом деле, если посмотреть биографии всех античных философов, от Фолеса до Платона и Аристотеля, это все были олигархи, но Диогена был исключением. Это именно значимое исключение. То есть, как именно поэтому оно и было так скандально, что это было исключение. Что это, на самом деле, были топы. И Платон, конечно, был сторонником аристократической модели и во многом создавал все по принципу защиты аристократизма. Но, например, он, допустим, первый Платон стал говорить, что мы мыслим головой. Потому что это было неочевидно. Например, у Гомера все мыслят грудью. Это более очевидно. Головой только воспринимают. Что, в общем, народное представление, что скорее мысль находится где-то в центре организма, в солнечном сплетении, например, где как бы сходятся все силы организма, а помещать мысль в какой-то выступ там наверху, это как-то не очень разумно. И Платон, но Платон был монархистом и решил, что как во главе должен наверху стоять самый умный, так значит мы мыслим головой. И вот Платон создал много таких мифов. и значит мифы, один из мифов это миф представления о душе как о колеснице. Собственно, скачки это было аристократическое удовольствие, кроме того, это было удовольствие, с чем были, собственно, олимпийские и другие игры. Это было гадание о том, кому боги благоволят. То, что остается в современном спорте. Что кто победил с тем как бы судьба, с тем милость богов. То есть это был по сути дела ритуал приманивания милости богов. Чем, собственно, сейчас спорт тоже и является. И вот как раз колесница душа тоже понималась как вот такое медиум, который помогает человеку пообщаться с богами. Соответственно, душа была представлена как колесница, разум как возничий, а пафосы страсти как кони, в которые запряжены в эту колесницу. То есть разум должен смирять эти страсти, которые прекрасны, но нуждаются в постоянном обустовании. В конечном счете Платон смог свести все пафосы страсти только до двух. Это тхюмос гнев и эпитюмия вожделение. То есть по то есть как бы такая энергичная ярость и влечение. Когда эти страсти разумно обузданы, они положительны. То есть это, соответственно, допустим, стремление работать и там стремление там влюбляться. Самые такие позитивные страсти в жизни человека. Но если они не обузданы, они, разумеется, приводят к самым нежелательным последствиям. И вот соответственно такое выделение пар страстей, пафосов или аффектов, оно стало ключевым для всей и донаучной психологии и отчасти осталось даже в научной психологии. Как видите, Аристотель, например, тоже выделил пару аффектов, то есть страх и сострадание. То есть в страхе можно увидеть некую изнанку платоновского гнева, а в сострадании изнанку платоновского вожделения. То есть там это гнев сведенный исключительно к такому вот слабому переживанию, страху. А соответственно такая любовь вожделения сведена, как видите, только к состраданию, к милосердной такой любви. Но здесь нам трудно использовать некоторые слова, потому что некоторые слова у нас поменяли значение под влиянием библейского языка. Например, то же самое почему допустим сердце стало пониматься как орган сочувствия. Это особенность библейского античного языка, потому что в библейском языке материнская утроба означает жалость, особая любовь матери к ребенку, такая жалостевая любовь. А так как у мужчины нет этого органа, то есть утробы, матки, то мужчине в качестве этого органа работает тот же орган, который есть у всех людей, то есть сердце, поскольку оно похоже по структуре. И вот мужчина, если женщина рожает ребенка, то мужчина рожает какие-то идеи в своем сердце, и соответственно отсюда и понятие о милосердии или благоутробии. Библейское понятие о том, что милость, сердечность это сострадательная любовь. Но точно так же под влияние библейского языка возникло оптическое понимание славы, то есть слава как сияние, которого не знает античность, где слава это прежде всего устная молва. Но это отдельный большой разговор, как в том числе библейский язык повлиял на наши психологические представления. Соответственно слово понятие страсть могло менять свое значение. Например, в философии стоиков и в христианской аскетике страсть скорее отрицательное понятие. То есть это некоторые увлечения, которые нужно учиться пресекать разумом при первом же их появлении. И здесь уже фактически разум не столько вознится, сколько тренер этих страстей, сколько такой объездчик этих лошадок, который должен научить их слушаться беспрекословно. И значит в сравнении с лошадью кстати довольно уместно у Платона не только из-за аристократической любви к лошадям, но и потому что лошадь довольно пугливое еще существо, то есть помимо того, что лошадь крайне гордое, пафосное существо, оно еще крайне патетическое, пугливое. Поэтому все такие поэтические образы возникают не напрасно. И также важным оказывается и понятие о том, что подразумевается под красотой, которая и возбуждает собственно этот Патрус, которая пробуждает стремление к ней. Собственно на самом деле и это нужно учитывать, есть два довольно универсальных представления о красоте у разных народов. первое представление это представление о том, что красота это то, что блестит и издалека видно. То есть глянец или иногда жидкость. Например, в Греции было представление о харис, харита, то есть это блестящее масло, которое выливают сверху, и в результате человек блестит и красив. Харис, харита, то, что грация по латыни, харизма, да, совершенно верно. В христианстве это стало означать благодать. И образа благодати в Библии и в христианских обрядах тоже становится масло. И то, что придает блеск и глянец. Собственно, мы видим эти представления в глянцевых журналах, что красота это то, что блестит из глянцевой страницы. Но также видим, как видите, в христианском помазании и представление, например, помазания на царство, то есть что царь должен быть блестящим, это всюду видным, прекрасным и так далее. То это, по видимости, представление у многих народов, и по видимости, оно восходит к древнейшим обрядам, связанным с какими-нибудь опьяняющими жидкостями, после которых все окажется красивым и так далее, привлекательным. Антропология по-разному объясняет представление. Действительно, слово харизма это, собственно, благодать, то есть определенная нерационально необъясняемая привлекательность. И, собственно, хариты, как вы помните, три хариты или три грации, вот это самое изящество. Или по-русски нет. Три грации или три хариты. Грация просто латинская, а хариты греческая. Забавно, что слово изящество по-русски у нас очень неправильно все понимают, что такое музей изящных искусств, изящное искусство. На самом деле, слово изящное означает исключительный, то есть изъятый из ряда, из ряда вон выходящий, от слова изъять, собственно, то есть исключительный по-русски. Поэтому Илья Муромец он изящный богатырь, потому что он исключительного качества. Поэтому изящный это всего лишь означает топовый, исключительный, а не тонкая работа. Поэтому я вот на всех лекциях рассказываю такие истории слов. Но я думаю, вам интересно. Да, даже. Вот. И смотрите. Значит, первое представление о красоте это красота блестящая. Даже в русском языке красота красный, то есть привлекательный, то, что заметно издали. В конце концов, это стало обозначением самого яркого цвета, поскольку красный цвет видно издали. И по видимости изначально красота тоже красить первоначально означало, наверное, мазать. Мазать маслом, как считается, то есть тоже делать блестяще. То есть красили сначала маслом, потом уже стали красить красками. красками. И греческое слово колос, ее Платон объяснял от слова коло, зову. То есть красота это то, что манит, то, что зовет, то, что вызывает такое привлечение, то, что почти магическое. Значит, знаете, например, откуда, допустим, слова шарм и гламур. Шарм это латинское кармен, то есть песня. Песня. То есть первоначально это заклинание, то есть это песня какой-нибудь сирены, которая вот завораживает. Ну, я не знаю точно его происхождение. Значит, шарм это кармен и кармен то есть заклинание, а гламур это граммар, грамматика, то есть заклинание написано на бумажке заклинания первоначально, которое вкладывали как вот такое вот любовная приманка. То есть писали имя любимого человека или любимый, куда-то клали эту бумажку и она должна была магически привлечь человека. То есть гламур это первоначально это некий текст магический, который привлекает соответственно любимого человека. А потом уже гламур стал означать соответственно тексты любые, обладающие таким вот эротическим привлекательным смыслом и затем соответствующий способ поведения. То есть это всего лишь грамматика. Ну, то есть письменность. Вот. так что, ну, а второй смысл красоты это представление о том, что красота это порядок, строй. То, что по-гречески называется космос, по-латыни мундус, а по-библии это называется цба. Например, библейский бог называется цбаот, цбаот, то есть от, то есть может приводить как бог миров, бог войск, бог армии, бог порядков и так далее. Там множественное число, то есть важно, что библейский бог, как бы он круче всех остальных богов. И отсюда именование цбаот, цбаот. То есть бог, который владеет всеми космосом, всеми порядками. И по-видимому это представление действительно тоже достаточно универсальное о том, что прекрасен порядок. Этот порядок отождествляют, как видите, со звездным небом, с армией, с любыми какими-то упорядоченными множествами, которые каким-то образом показывают в себе свою цель и куда-то направляются и куда-то направляют. Проблема в том, что в русское слово красота объединило оба значения и это приводит к некоторой путанице. Например, в русском языке слово красивый кажется довольно вульгарным, предпочитают употреблять слово прекрасный для обозначения произведения искусства, хотя в истории языка для этого больших причин нет, потому что прекрасный это всего лишь превосходная степень от слова красивый. Но слово красивый даже воспринимается как несколько уничижительное. Сказать, что я видел красивое произведение, это воспринимается как такая несколько пренебрежительная похвала. Но это связано с тем, что в русском языке просто нет достаточных ресурсов для обозначения развлечения красоты как блеска и красоты как порядка. Хотя, по видимости, иногда эти значения могут сближаться. Например, тоже звездное небо, оно тоже блестит, можно сказать, что звезды блестят, или армия тоже блестит на солнце, так что эти значения вполне могут сближаться. Но, по видимости, для классической культуры важно различие вот этого блеска некого множества или порядка некоторого множества и блеска как харизмы, который может быть у индивидуального предмета. Здесь, конечно, еще важный момент, что в русском языке есть такое другое тоже слово, которое стало очень многозначным. это слово образ, которое объединило в себе сразу много понятий. И понятия о риторической фигуре, то есть образная речь, первоначально фигура, по видимости, это фигура танца, то есть некий жест, которые были перенесены в практику риторики, и понятия об иконе, то есть некоторым уподобляющим портрете, и понятия об идоле, то есть некая такая формуля, некоторой непохожему объекту, но формулирующему его. Греческое слово идол, эйдол, он переводится на тень как формула, это очень забавно, потому что эйдос это форма, а идол, то есть маленькое изображение, статуэтка первоначальная, это формула, то есть некий способ постичь вещь. Ну и много какие еще слова объединены русским словом образ, поэтому допустим Выгодский, о котором мы будем говорить, почти не употребляет это слово. Выгодский, прежде всего, как вы увидите, он спорит, начинает спор свой с русских формалистов, то есть исследователей, филологов, искусствоведов, которые вообще отказались от слова образ и ввели другие слова типа прием и так далее, потому что слово образ слишком многозначное. Образом можно назвать все что угодно в искусстве. И при том, что сами формалисты говорили о форме, а форма это одно из слов, которое переводится как образ, это перевод слова идея, то есть первоначально это нечто видимое, очевидность. У Платона это стало означать некий самый общий концепт вещи, причем реально существующий, а потом это стало означать творческий замысел. Есть книга Пановского «Идея», она тут ключевая, где он объясняет, что это произошло из-за влияния риторики, опять же, на теорию искусства, поскольку в риторике цирон очень стал ценить память, то есть умение запоминать, представлять идеи, а так как идеи часто создавались комбинаторно, так как запоминать нужно было слишком большой материал, то в результате и стали понимать идею не как объективно созерцаемая, а как субъективно создаваемый замысел, равно как и представление риторическое о том, что идея может быть достигнута через некоторое количество сравнений. Например, было анекдота художника Зевксиди, который, изображая Елену Троянскую, взял сразу нескольких прекрасных девушек как моделей. То есть, здесь получается, идея с одной стороны созерцается, а с другой стороны изобретается как некий замысел из девушек. То есть, понятие о творческом замысле происходит и именно туда. Ну, еще два слова, которые нам понадобятся, хотя их, конечно, серьезная психология искусства не употребляет, но без спора с этими понятиями не обойдешься. Слова талант и гений в применении к принципам создания произведения. Собственно, слово талант, оно взято из Евангелия, из притча о талантах и первоначально оно означало не столько некую природную одаренность, которая как раз называлась ингениум, гений, а сколько энергичность. Например, до сих пор в некоторых языках романских, в испанском и португальском встречая таленто иногда означает что-то вроде энергичности, в том числе и привлекательности. Например, талантливым называют мужчину любимца женщин. То есть, имеется в виду энергичный, привлекательный такой и преисполненный какой-то вот такой вот, как у нас говорят энергетики такой, из которого искры сыпятся. То есть, талант прежде всего, так как в притче талант нужно было приумножать, то под талантом понимала синергичность. Собственно, талант понимать стали как одаренность, как некоторые данные, которые надо развивать, только в 19 веке из-за того, что появилось понятие гений, которое окончательно было канонизировано романтиками. С понятием гений произошла интересная очень история, потому что, с одной стороны, действительно, было римское понятие ингениум, то есть, врожденное, как называли действительно некие природные способности, которые наблюдали в тех или иных людях, что кто-то умеет больше развить физически, кто-то больше развить умственно и так далее. Но, с другой стороны, было слово гениус. Это слово, это латинский перевод греческого слова демон, как называл Сократ, своего внутреннего собеседника. Когда Сократа спрашивали, чем он руководствуется в жизни, он говорил, что внутренним демоном, то есть, неким голосом своего я, голосом совести. И постепенно как бы этот гений, значит, демон или гений стал означать вообще в некую внутреннюю мотивацию, то есть, способность художника творить, не исходя из внешнего заказа, а исходя исключительно из внутренней мотивации. И это стало особенно очень важным во второй половине 18 века, когда художники стали освобождаться от заказов. Например, Моцарт уже нигде не служил, а фактически был такой гастролирующей звездой. То есть, зарабатывал исключительно селф-промоушеном. При этом этот был довольно скандальный селф-промоушен. Я, наверное, все время цитирую письмо тем, кто говорит о классике, я всегда цитирую письмо Вольтера, где он говорит про то, что всякие эти ужасные варвары, такие как Моцарт, вводят такие инструменты, фортепьяно, это же ужасный варварский барабан вместо старого сладостного клавесина и так далее. то есть, это хэви метал для него фортепьяно. То есть, это ударный инструмент, потому что клавесина щипковый инструмент, который щиплет. А фортепьяно это ударный инструмент, то есть, там молоточки. И для Вольтера, при том, что Вольтер в остальных отношениях был совершенно свободомыслящим философом, это для него было восприятие как рэпа, я не знаю, или какого-нибудь R&B, или чего-то еще. То есть, это было... И многие письма говорили о том, что просто там... Что это просто скандал, что это невозможно слушать, что это пытка для уха, что невозможно слушать даже одной минуты, как Моцарт играет на фортепьяно. То есть, вот вопрос о классике. Вот. И точно так же, как и когда говорят, что Пушкин прост, я всегда говорю, при том, что как раз Пушкин как раз постоянно и сам подчеркивал сложность своего стиха и неровность, да щей горшок, да сам большой и так далее. Что там огромное количество принципиально вводилось фонетических диссонансов, очень непривычных для тогдашнего слуха и очень грубых. И на это мы отвлеклись, это просто к тому, когда что такое классика. Вот. И смотрите. Значит, и гений Сократ. Значит, когда художники во второй половине 18 века перестают мотивироваться заказами и нужна внутренняя мотивация, чтобы творить. И он начинает называть гением. И появляется понятие иметь гения. То есть, как Сократ имел демона, то есть, некоторый внутренний мотиватор для своих действий. Но где-то в начале 19 века вдруг начинает говорить не иметь гения, а быть гением. Ну, то есть, как быть совестью, например. То есть, появляется такая метафора. А другое про другого скажет, что он совесть нашего коллектива. Он и про человека стали говорить это гений. То есть, как бы подозревает, что он вдохновляет всю эпоху. Это связано с появлением целых ряда романтических таких фикций, вроде дух эпохи или какие-то еще. И с тех пор слово гений употребляется в значении действительно вот такого внутреннего начала, которое при этом как-то соотнесено с запросом эпохи. Хотя это связано опять же с романтическим творчеством и отчасти с Кантом, который широко употреблял термин гений в значении часто ингениума, то есть природной одаренности. Но также подчеркивал, что гений отличается тем, что он обращается к вкусу, а не к правилам. Это противопоставление было бы непонятно для античности, где наоборот правила и вкус отнесены. Ясно, что вкусным будет только тот пирог или то мясо, которое приготовлено по правилам. Но Канту было что важно? заявить заявить о том, что самосознание человека, оно развивается независимо от правил. Оно не руководствуется правилами, обосновывая себя. То есть Кант исходил из другой ситуации субъективности, из того, что человек должен сам обосновать собственную личность. И следовательно, гений это какой-то замысел о человеке, которого сам человек о себе не знает. Это, конечно, означает, что Кант мыслит уже в рамках так называемой романной субъективности. То есть что такое роман? Это история о том, как человек выстраивает сам себя. В отличие от, например, эпического героя, который всегда готов. Существуют, конечно, способы читать, есть способы, например, читать роман в духе эпоса. Ну, например, я недавно столкнулся с альтернативным прочтением преступления наказания, такой фанфик, где все объясняется так, что Порфирия Петровича был висяк, он нашел студента шизофреника, внушил ему, что это он убил там, вот как на самом деле все были дела. То есть это попытка читать роман в ключе эпоса, в старом ключе. Но роман подразумевает выстраивание героям собственной субъективности, то есть он знает, когда он совершит преступление и когда он может с этим что-то поделать. И вот поэтому как раз гений это такое понятие романной эпохи. Времени как такого self-made героев, которые сами из себя могут сделать человека такого произведения искусства, такого человека эпохи. И где собственно в том числе и статус твоих произведений отчасти может даже зависеть от твоего поведения. Вот это гениальниче, так называемое. То есть определенного рода жесты в поведении, которые как бы выдают гения. то, что замечательно спародировано в рассказе Теофилия Готье про обращение Даниэля Жабара, про наивного и юношу, и недалекого, которого романтик обучил вести себя романтично. Он сразу там выбрал себе лоб, чтобы казаться, чтобы казалось, что у него много мыслей в голове стал писать в готическом духе разные страшилки и так далее. То есть здесь пародировано, что гениальниче всегда включают в себя определенные такие жесты поведения. Да, конечно. Итак, значит, ну и а так, конечно, понятие о творчестве в психологии сохраняется. И здесь, но другое дело, что создается это отношение, как соотносить твор, аффекты того, кто творит, и аффекты того, кто воспринимает творчество. Это одна из главных проблем вообще психологии искусства 20 века. Первое, во-первых, испытывает ли обязательно ли, когда ты совершаешь, творишь что-то, создаешь произведение искусства, испытывать аффекты, или то есть нужно ли быть особо чувствительным для создания произведения. Большая часть психологов создано, что нужно быть не более чувствительным, чем тот, кто воспринимает. И второе, отличается ли качественно чувствительность автора от чувствительности того, кто воспринимает произведение. Значит, немножко тогда скажем, что такое творчество. Творчество – это, опять же, перевод греческого слова «поэзия», то есть то, с чего я начал, что, собственно, все эти представления о высоком и прекрасном искусстве, а это результат переноса привилегий поэзии на другие искусства. Тогда как для античности скульптор – это такой же ремесленник, как изготовитель ботинок. Это тот, кто выполняет заказ. И то, что скульптура может быть прекрасной, так, простите, ботинки тоже могут быть прекрасными. И, конечно, скульптура была, выделялась отдельная скульптура, но именно так, в которой было видно явление Бога, например, золоченая скульптура. Там, поскольку это близко к театру, то есть к явлению Бога на сцене, то есть к поэзии, по сути дела, там золоченую скульптуру хвалили. То, что мы имеем как праморную скульптуру, как известно, это дешевые римские копии, которые римские новориши себе поставили на своих виллах. И которые не имеют никакого отношения к бронзовым, позолоченным, там, со слоновой костью и догоценными камнями оригиналом. И поэтому то, что полюбили, допустим, в эпоху классицизма белую скульптуру, это связано, опять же, с тем, что с поэтизацией ландшафта и с представлением о том, что как поэзия может быть скромной, такой незатейливой, так и скульптура может быть скромной, незатейливой. То есть это вторичное уже преосмысление феномена поэзии. Ясно, что для античности поэзия еще торжественная, а тогда как скромная такая интимная поэзия, это результат уже длительного развития поэтических форм. Но обратимся к, значит, к творчеству. Итак, слово творчество на самом деле это перевод слова поэзия. И первоначально действительно именно поэту приписывается творение из ничего. То есть поэт это тот, кто создает чего-то, чего раньше не было. Причем это сохраняется даже в 20 веке. А обычно поэты гордятся тем, что они создали какой-нибудь новый тип стиха, новую страфу или новую рифму или что-то еще. То есть даже не своими сочинениями, а теми некими формами, которые они создали. Здесь они действительно творцы. И действительно у них творчество, а не просто сочинительство или воображение. И, соответственно, все понятия о творчестве – это понятия, связанные с привилегиями поэзии. Значит, и, по видимости, также и понятие вдохновения тоже связано с явлением Бога в виде ветра. То есть когда поэт становится, наверное, свет надо включить, поэт становится медиумом Бога, Бог является, и в свете, в некой вспышке поэт тоже вспыхивает и торжествует, и становится таким полубогом. И вдохновение, как мы говорили, оно может быть в виде вспышек, может быть в виде ветра. Кстати, библейское вдохновение часто бывает в виде ветра, причем ветер может быть библейский и сильный, и спокойный. Например, во время крещения Иисуса там был спокойный ветер в виде голубина. То есть понятно, что это не птица была, а ветер просто падал. То есть явление Бога осмыслялось, как ветер. И, соответственно, понятие вдохновения, то есть ситуация, в которой поэт может говорить о тымне Бога, становиться Богом на какое-то время. То есть это ситуация Епифании. И это представление, они были в 20 веке. Ну, например, Джойс называл свое творчество Епифанией, то есть явлениями Бога. Равно, как и в 20 веке, очень действительно многие гордились тем, что создали новый ритм, новую интонацию. Если посмотреть, чем гордятся поэты, обычно они гордятся, что создали там новую интонацию, новую эстрофу. Они не гордятся конкретным каким-то своим произведением. Они гордятся изобретением какого-то нового фактически такого гаджета. В некотором смысле поэтами, с классической точки зрения, конечно, должны быть изобретатели считаться. Например, Илон Маск, он поэт, бесспорно, с классической точки зрения. Я понимаю, что поэт это не тот, кто умеет там в строчку чего-то написать, какую-то чушь. Поэт это тот, кто изобретает новую форму. Чем будет эта новая форма? Я не знаю, но какой-нибудь телегией, я не знаю, или пирожком, это уже другой вопрос. Но все равно кто-то изобрел, тот поэт. Или в этом смысле, допустим, рэпер – это поэт. А, скажем, тот, кто пишет рутинные четверостиши, он, скорее всего, не поэт, потому что он использует то, что много раз изобретается. Но до него изобретает велосипед. И Илон Маск, бесспорно, поэт. И так далее. И вот, собственно, творчество – это перенос, на самом деле, слова «поэзия» в другие области. Значит, и один из действительно вопросов, который мы разбираем, это вопрос об аффектах самого того, кто творит. Здесь есть несколько решений. Например, есть феноменология, в которой есть представление о так называемом разных статусах феноменов. Что любая вещь, что мы к ней отнеслись, она выступает как феномен. Почему? Потому что у нас есть интенция. Что такое интенция? Это одно из главных понятий феноменологической школы. Это объективное желание. То есть, есть субъективное желание, а есть объективное. Объективное – это интенция. Аппетит, например, интенция. Это то, что интуиция. Или у человека примерно, хотя слово «интуиция» прозвивает проникновение в чувствование. А вот интенция, она прозвивает целостное схватывание вещей. Слово «интуиция», напомню, ввел Кант, и так он называл способность разума конструировать то, как будет себя вести объект. А интенция – это способность отнестись к объекту в силу самого существования объекта. Ну, самый простой пример интенции – это инстинкт самосохранения. Например, никто из нас не бросается с 20 этажа, хотя никто не имеет опыта бросания с 9 этажа. То есть, интенция была открыта, когда было открыто, что есть огромное количество знаний, которые мы получаем не из опыта, даже не из чужого опыта. Животные тоже не бросаются с высоты, хотя им никто об этом не рассказывал. И когда выяснилось, что существует огромное количество знаний, которые мы получаем не из опыта, то именно утвердилось понятие «интенция». То есть, способность нашего сознания относиться к вещам. Способность нашего сознания иметь знания, не исходящее из опыта. И вот, если есть у нас интенция, то тогда вещи, которые воспринимает наше сознание – это феномены. То есть, то, как эти вещи могут нам явиться. Но как быть, если, допустим, художник эти вещи переизобретает? Если, допустим, есть стол, который феномен, к которому мы знаем, как относиться. Есть стол на картине, к которому мы еще не знаем, как относиться. На это феноменологи обычно отвечают, что это особый тип феноменов, активные феномены. То есть, стол на картине, он прямо вторгается в наше сознание. Он, например, говорит о том, что стол должен быть как-то связан, например, с нашей судьбой. Если, например, картина какая-то меланхомическая. Или, например, что стол должен вызвать наш восторг. Или что-либо еще. Вообще, на самом деле, нужно немножко пояснить просто, что наука 20 века и философия 20 века, она исходит из того, что субъект не является первоначалом познания, первой точкой познания. Что до того, как субъект начинает познавать вещи, возникает та ситуация, в которой субъект может познавать вещи. Это ситуация первичная, а познание вторичное. Вот это одно из основных отличий философии 20 века от философии, например, 19 века. Можно вспомнить очень многих философов крупнейших 20 века. Например, Людвиг Витгенштейн. Он, например, доказывал, время от времени, например, он приходил в аудиторию, говорил, что на самом деле здесь стоят не парты, а кенгуру. Но просто у этих кенгуру есть одно свойство. Они, да, когда на них смотрят, они превращаются в парты. И попробуйте доказать, что это не так. Нет, и в результате этот Людвиг Витгенштейн доказывал, что мы не знаем, как устроен мир. Потому что мы, то, как устроен мир, мы знаем по отрывочным данным, которые мы получаем от наших органов чувств. Но для того, чтобы мы получали эти данные, мы должны как-то расчленить мир. Допустим, если придет дикарь, который не знает, для чего нужны парты, он может их тоже, примерно из-за живых существ их, испугается. Что с какой стати тут в ряд стоят какие-то непонятные штуки. Или инопланетянин, или кто-то еще. Вот инопланетянин, как он прилетит сюда и будет понимать, что из этого живые существа, что из этого неодушевленные вещи. То есть, по Витгенштейну мы сначала членим каким-то образом мир. Прежде всего, с помощью языка, согласно Витгенштейну. А потом уже начинаем познавать реальность. И вот наша интенция членения мира предшествует познанию реальности. Эйнер Хайдеггер. У него есть понятие здесь в тене. Дозайн. То есть, наличность. То есть, прежде чем мы возникли. Это как бы дозайн, это то, что предшествует субъекту и объекту. То есть, прежде чем возникли мы, мы сказали про себя «я» там и увидели мир предметов, появилось некое присутствие, которое себя показало со стороны «я» и со стороны «вещей». То есть, как бы промелькнуло и нашей субъективностью, и объективностью вещей. И как бы и наше сознание, и наличие вещественного мира – это только отдельные моменты работы как бы этого дозайна. В чем-то это такой дзен напоминает, но, разумеется, параллели никогда полными не бывают. И вот как раз получается, что понятие «интенция», оно и позволяет говорить об искусстве как о создании феноменов особого типа, активных феноменов. То есть, это, грубо говоря, искусство показывает, как стол может быть похож на кенгуру. Как стол может быть некой репрезентацией там мира или чего-то еще. Что его репрезентативность не сводится к репрезентации только предмета. Но само слово «репрезентация», напомню, его придумал Артур Шопенгауэр в своей книге «Мир как воля и представление». По-немецки это «Forschтелленг» представление, по-английски «репрезентация». В учении Шопенгауэра, которое отчасти предвосхитило философию 20 века, собственно, главным принципом мира является воля, то есть иррациональное начало. Так как все рациональные начала – это результат репрезентации, то есть встречи мира с самим собой. И вот искусство является наиболее яркой репрезентацией, то есть наиболее ярким такой паспортом для мира, его такой проверкой у мира документов, такой встречи мира с самим собой. То есть мир встречается сам с собой благодаря искусству, согласно Шопенгауэру. И вот, и соответственно, как тогда понимаются аффекты? Собственно, ясно, что в таком случае наше сознание, согласно, допустим, тем же феноменологам, оно аффицируется вещами. То есть аффект возникает не исходя из нашей внутренней деятельности, а исходя из того, что кроме интенции есть аффицируемость, то есть способность эмоционально реагировать на происходящее. И в этом смысле художник может быть вполне лишен аффектов. Он может даже быть вполне равнодушен к тому, что он делает. Но он как бы интуитивно догадывается, как те образы, которые он создает, аффицирует. Как именно они пробуждают психику и заставляют ее активнее работать. И под аффицированием имеется в виду способность вещей как-то затрагивать нас, растрогать каким-то образом и заставить тем самым глубже отнестись к миру. Само представление об аффицированности, оно тоже восходит к античности. И оно восходит к ряду мифов. Например, миф, известный о стрелах эрота. То есть, что такое любовь? Это когда тебя подстрелили. Это и больно, и приятно. То есть, аффект, он всегда в отличие от простой эмоции, которая однозначная, то есть движения души. То, что эмоция, она либо радостная, либо грустная, какая-то однозначная. Это совсем нечто простое. Аффект, аффицируемость, она сложнее, как вы видите. Даже вот если говорить об аффектах типа гнева и вожделения, мы видели, что это довольно сложные понятия, и не сводящиеся к нашим бытовым представлениям о том, что такое гнев и вожделение. Также и здесь, допустим, любовь. Это что? Это и больно, и приятно. Когда ранили, это больно и приятно. Это и слезы, и удовольствие. И муки сердечные, и ревность, и наслаждение, и все что угодно. В христианстве, допустим, ясно, что был эрот заменен на кого? На ангела-хранителя. Допустим, читается молитва ежедневная в православном правиле «К любови горней уизви душу мою». То есть рань с этой стрелой. То есть тот самый эрот с луком и стрелой превратился в ангела-хранителя. Крылья остались. Вот. И, ну, как вы знаете, иконографический образ ангелов, он взят в богине Ники, которая была на шаре императора. А так как портреты императора были всюду, то это как бы иконографический образ, который всеми узнавался, и было легко его использовать для новых целей. Что, как правило, история иконографии, она довольно простая всегда. Ну, плюс был один из образов библейских ангелов, действительно взятый из вавилонской мифологии, то есть крылатые быки там наравне с ангелами, которые похожи на людей. И крылья сохранились. А из этих вавилонских крылатых быков также пегас возник, как известно, у греков. То есть, по видимости, поскольку с этим, с ними связывалось, это было, с ними связывалось некое явление бога, которое сопровождается появлением, которое не то бог приезжает на этих крылатых быках, не то является, то, соответственно, в Библии это стали ангелы вокруг бога, как телохранителя, у греков пегас, что подтверждает то, о чем я говорил сегодняшнюю всю лекцию, что поэт – это до некоторой степени явление бога, потому что он тоже творец, он тоже творит мир. И, следовательно, он должен явиться на пегасе. И так далее. То есть, это все общие мифологические корни и у греков, и у греческого, и у библейского мира. Бог в сонме ангелов и поэт там рядом с пегасом. И так что, поэтому история слов и история мифов нам все время нужна для понимания психологии искусства. И теперь еще, что нужно сказать, у нас еще есть несколько минут до перерыва. Как про смысл слова «искусство», смысл слова «красота» и другие мы сказали? Ну, можно сказать немножко о том, о происхождении некоторых других слов. Ну, допустим, русское слово «художник», оно просто от «ханд» – рука, то есть, первоначально тот, кто занимается рукоделием. То есть, это носовое произношение, от «хандожник», собственно, рукодел. Вот, и, собственно, слово «искусство» на самом деле применительно к созданию произведений, оно появилось только в XVIII веке, благодаря переводам с французского. Поскольку перевод делается по заказу Академии художеств, нужно было доказать, что искусству нужно долго учиться. И, соответственно, все слова, которые связаны с ремеслом, они стали переводить как «искусство». Это действительно изначальное русское слово «художество» и Академия художеств, а не Академия искусств, то есть, по сути, ремесел. И о слове «искусство», оно первоначально, знаете, что в старом русском языке означало, в словословянском и древнерусском? Значит, «искусство» и «искушенность». И, например, словом «искусник» называли «разбойника» или «пирата». Это, собственно, перевод греческого слова «pirates», то есть, «бывалый» по-нашему, «искушенный». И «искусством», например, называли «умение разбойничать». Для искусства в положительном смысле употребляли иногда слово «хитрость». И, по видимости, «хитить», «похищать», но и в смысле «похищать» в смысле «обладевать». «Овладевать» каким-то умением. Не в смысле «красть», а в смысле «начинать владеть». И так что эти смещения нужно знать. Немецкая «kunst», кстати, происходит от «canon» или «könon», то есть, «уметь знать», то есть, это некое ноу-хау, умение или знание ремесла. И еще последнее, собственно, скажем о, собственно, предмете психологии, сначала о душе в донаучной психологии, а потом о психике. Собственно, первоначально слово «душа» действительно связано с дыханием. По видимости, действительно, с принятым во многих мифологиях представление о том, что человек возник, говоря, дыханию богов. То есть, человек является созданием богов в силу, в том числе того, что боги являются в виде дыхания, и тем самым оживляют род человеческий. И, собственно, душа, это действительно, она ассоциировалась с дыханием и, по видимости, вообще с жизнью человека. Например, когда Аристотель пишет трактат о душе, то фактически он душу рассматривает как некие все среда течения всех жизненных сил. То есть, то, что мы бы назвали, скорее, действительно, психофизиологической деятельностью. Душа в этом смысле противопоставляется как уму, то есть, некоторому началу, которое может управлять душой, господствовать над ней, хотя и может восприниматься как часть души, но и телу, которое может быть и одушевленным, и неодушевленным. Тогда, как, разумеется, современная психология изучает психику в более узком смысле, как то, что называется высшей нервной деятельностью. То есть, допустим, психология не изучает узко-психофизиологических аспектов, неврологических аспектов, которые, скорее, оставляются в медицине, чем психологии в узком смысле. Ну и сразу нужно предупредить о слове «душевный», так как у нас душевность часто связывается с эмоциями или переживаниями. На самом деле, здесь, опять же, смешение неслых понятий. С одной стороны, в Библии слово «душевный», может, оно выступает сейчас синонимом слова «телесный». И, допустим, тело «душевный» человека – это означает человека, не принадлежащего Богу, то есть, духу, то есть, не посвятившего себя Богу, профана, по сути дела. И здесь исключительно представление душевного и духовного, это представление профанного и сакрального. И здесь душевное и телесное полностью противопоставляются. С другой стороны, есть сентиментальный контекст, где, например, душевное означает человека с развитой чувствительностью и противопоставлении грубому человеку с исключительно телесными интересами. То есть, если в Библии это синонимы душевные и телесные, а антонимы – это душевное и духовное, то в сентиментальном употреблении часто наоборот, допустим, душевным человеком назовут и человека, допустим, милосердного, то есть, скорее, духовного. И, с другой стороны, душевностью назовут развитую чувственность или чувствительность, то есть, определенные представления о том, которые сформировались в сентиментализме, где под чувственностью стало пониматься некоторое социальное умение, а не просто индивидуальное. Здесь нужно понять, что слово «чувство», оно в классическом языке, разумеется, означало только способность восприятия. Ну, что сохранилось, допустим, в значении «прийти в чувство», то есть, вернуть себе способность восприятия, или пять органов чувств. Тогда как чувство в известном нам смысле, в смысле душевного, там, симпатии, эмпатии, там, и так далее, это все достижения уже культуры сентиментализма второй половины 18 века, где под чувством стали подразумевать некоторую социальную способность, например, способность дружить, способность любить, и так далее. То есть, например, чувство называли, способность дружить. И поэтому, например, иметь чувство, это означает уметь дружить с разными людьми, поддерживать отношения и так далее. Обмануть чувство, значит, оказаться недостойным любви. Это люди, человек чувства, это так называли человека социального. Например, эпиграф Евгения Онегина, помните, «и жить торопится, и чувствовать спешит». Речь идет не о том, что Евгений Онегин спешит чувствовать разные вещи, а то, что он стремится к такой максимальной социальности, везде побывать, везде. И это, разумеется, связано и с перегрузкой чувственно-эмоциональной сферы. То есть, чувственность – это определенного рода социальность. И отсюда такие, например, выражения, когда, допустим, обмануться в чувствах. То есть, я подружился с другом, а он оказался негодяем. Он оскорбил мои чувства. То есть, он оказался не другом, а так себе. То есть, он предал мое чувство дружбы. То есть, эта чувственность, она воспринимается как некоторая основа социальности, дружеского или круга, или любовной истории, такого романной истории. И, соответственно, появляется целый ряд понятий вроде воспитания чувств. То есть, на самом деле, воспитание чувств – это что? Воспитание в психике – социализация. Мы бы это сказали на языке социологии. И еще вот осталось в три оставшиеся минуты про слово фантазия и воображение. Здесь нужно разобраться. То есть, слово фантазия, оно означало, собственно, в классическом языке две вещи. Первое – это роскошь. Ну, то, что сохранилось до сих пор. Барин с фантазией, допустим. Такая фантазия у барина – фонтан в своем умении поставить. А второе значение – это умение представлять отсутствующий объект на расстоянии. И тогда как слово воображение, то есть, им эмагинацию – это, конечно, из риторики. То есть, способность запоминать большую речь по каким-то ключевым образом или понятиям. А так как риттеры стремились к славе, отсюда и значение – воображать, в значении – хвастаться, то есть, уметь себе риторически представлять. И значение – воображать, в значении – создавать некие несуществующие объекты. Так как понятно, что риттер, он всегда немножко обманывает людей и, значит, создают то, чего быть не может. Отсюда вот это значение воображения, как способность создавать несуществующие объекты, каким-то образом моделировать то, что не существует. Все это результат именно мнемонической риторики. То есть, риторики цицероновского типа, где нужно запоминать большие тексты, запоминать с помощью ключевых образов наглядных. Эти образы часто комбинируются, какой-то один большой образ. И так, в общем-то, благодаря, на самом деле, риторической выучке, адвокатской, возникло то воображение, которое мы знаем. Конечно, то воображение, которое мы знаем, которое отличается от фантазии, потому что слово «фантазия», от него произошли известные слова вроде «фантом» и так далее. То есть, это понималось как представление предмета, не изобретение предмета, в отличие от воображения, которое изобретательская способность, а исключительно представление предмета, которое как бы самостоятельно существует. Если ты представляешь предмет расстояния, значит, наоборот, он может явиться к тебе, как фантом, как призрак, привидение. То есть, фантазия – это привидение, по сути дела. И вот, собственно, на становление слова «воображение» повлияло целый ряд практик представления отсутствующего объекта расстояния, которые сблизили фантазию и воображение. Ну, прежде всего, допустим, монашеская практика и потом романная – представлять Бога во время молитвы, которые отсутствуют, но нужно обращаться к нему как к присутствующему. С одной стороны, это воображение, то есть, это моделирование Бога во время молитвы, а с другой стороны, это фантазия, потому что Бог может явиться на молитве, бессмысленна молитва, если она обращена к несуществующему объекту. Следовательно, так понятие воображения и фантазия сближаются. В английском есть «fancy», то есть творческая фантазия, в отличие от «fantasy», и, значит, как такое явление несуществующего. И в русском языке, как видите, воображение, которое колеблется от значения «воображать», значения «хвастаться», до значения «воображать», «моделировать». Все это из риторики, обогащенной сначала опытом христианской аскетики с опытом молитвы, а потом опыта романа, который во многом тоже моделирует те же ситуации. Ситуации такой любви на расстоянии, долгой разлуки, любви с первого взгляда и так далее. То есть, где действительно есть и момент моделирования с помощью романного текста, и момент такого явления, отсутствующего как реального. Любимый человек отсутствует долго, но все равно ты любишь его как реального, как будто бы он рядом. Ну, вот сейчас тогда перерыв, а потом поговорим о Выгодском немного.